Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Рыба-Луна в раздраженном состоянии хрюкает, как свинья. Не знаю, лично я ничего такого от нее не слышал. Но то, что рыба-Луна видит все, в том числе и меня, за это я ручаюсь. Правда, немножко в искаженном виде. Ведь хрусталик глаза у нее более выпуклый, чем у нас. Почти шарообразный. Но зато цвета и даже их оттенки рыба-Луна прекрасно различает так же, как и мы. И это научно доказанный факт. Рыба-Луна повстречалась не у самой поверхности воды. Обычно она лакнется здесь планктоном. Часто это странное создание можно наблюдать лениво лежащей на боку. Она неторопливо перевирает плавниками и также нехотя ловит мелких рачков, проплывающих мимо ее рта. У таких рыб, живущих в поверхностных водах морей и океанов, только две задачи. Прокормиться самим и при этом не стать добычей для других. Чтобы эффективно питаться, у рыбы-Луны имеется большой круглый рот и сетчатые жабры. С помощью них она отцеживает планктон. А избежать опасности бы съеденной можно, например, вымахав до 4 метров в длину. Именно таких размеров достигает рыба-Луна. При этом вес у нее бывает почти 2 тонны. Попробуй-ка проглоти такой кусочек. Это лунообразное создание, самая большая в мире рыба с костным скелетом. Вы спросите, а как же акулы? Они-то бывают еще больше? Да, но акулы-то рыбы хрящевые. Тело подводного гиганта напоминает огромный диск. Грудной и спиной плавники очень длинные, а хвостового плавника нет совсем. Это скорее похоже не на целую рыбу, а на ее половину. А вот умственными способностями рыба-великан, похоже, не блещет. Ее мозг весит всего 4 грамма. Я бы с удовольствием рассказал вам что-нибудь еще интересное об этой рыбке, но у меня кончается кислород в баллоне, так что я всплываю. Редактор субтитров А.Семкин